друзья всем привет сегодня у нас с вами будет теоретический урок на котором мы будем разбирать как же вязать чепчик с вот таким вот полу овальным донышком чепчик шапочка это может быть какой-то ажурный чепчик декоративными элементами с бантиками с цветочками это может быть шапочка просто это может быть шапочка с какими-нибудь ушками например стилизованная вот зайку котика вот у меня такая скоро будет шапочка для вот этой куколки чем же у нас принципиально чепчик с полу овальным донышком отличается от чепчика с круглым донышком который мы вязали в предыдущем уроке я вам покажу да мы с вами уже говорили о том что при вязании круглого донышка мы начинаем всегда вязать вот с центра вяжем по кругу обычный круг или ажурный круг и вяжем этот круг до тех пор пока он не достигнет заданных размеров как подбирать размер донышка у нас тоже с вами был разговор в предыдущих видео уроках как же у нас вяжется принципиально чепчик с полу овальным донышком когда мы вяжем чепчик с полу овальным донышком мы сначала набираем некую цепочку воздушных петель предположим произвольно да и дальше мы начинаем вязать по цепочке воздушных петель вот мы допустим провязали ряд дошли до последней петельки последнюю петельку мы делаем прибавки и разворачиваемся и вяжем по обратной стороне цепочки то есть фактически у нас получается что мы провязали один ряд но по ширине он будет соответствовать двум рядам потому что мы провязали с двух сторон цепочки дальше мы разворачиваемся и снова вяжем в обратную сторону по полотну мы провязали два ряда у нас по ширине получилось 4 потом опять же вяжем в обратную сторону единственное место где мы делаем прибавки обычно это вот это вот как раз последняя петелька зона прибавок она будет тут где-то расположена условно вот так то есть вот здесь на длине мы уже прибавок никаких не делаем как определить размер донышко мы об этом тоже говорили в предыдущем уроке я вам напомню немножечко у меня кукла да я сначала обычно делаю всегда макеты на бумаге то есть я беру вырезаю из бумаги из салфетки и смотрю меня вот верхний край донышко должен быть примерно на уровне макушки не выше а боковые его части должны приблизительно соответствовать ширине головы можно вот сверху посмотреть как это будет выглядеть до приблизительно на ширину головы вот вы например определились что у вас будет донышко определенной формы и размера ну предположим такое конкретно на вашу куколку с ее головой как же нам теперь определиться какое количество воздушных петель нам набрать то есть какой у нас длины должна быть вот это вот стартовая цепочка воздушных петель если при вязании круглого донышка у нас все было понятно мы начинали либо с 6 либо с 8 столбиков и вязали по стандартной схеме круга то здесь естественно количество петель может быть разным и от этого будет зависеть размер и форма нашего донышка но есть очень очень простой принцип как это измерить мы просто измеряем ширину нашего донышка вот у меня она данном случае четыре с половиной сантиметра делим на 2 то есть это будет где-то 2 и 2 условно просто на меня вот здесь пройдет 2 и 2 но вот смотрите да вот в этой схеме хорошо наглядно видно вот это это три ряда но то меня на рисунке и вот здесь три ряда и вот здесь три ряда да то есть куда бы мы ни пошли от любой точки цепочки у нас три ряда с то есть высота вот здесь вот вот здесь вот вот здесь она будет приблизительно одинаково соответственно у нас вот это расстояние вот это расстояние да она будет равняться вот этому расстоянию то есть половинки ширины если у меня здесь 22 то вот здесь у меня тоже будет 2 и 2 а теперь я измеряю оставшуюся часть вот у меня вся высота была пять с половиной условно тут 5 и 2 наверное минус 2 и 2 вот как раз у меня около трех сантиметров получается вот это вот место 3 сантиметра то есть у меня длина стартовой цепочки в моем случае будет 3 сантиметра естественно в вашем случае может быть по-разному все зависит от того какой форма у вас донышко более такое широко или наоборот узкое длинное но измеряя половинку донышко ширины и вычитая из всей высоты донышко вы как раз получаете длину стартовой цепочки воздушных петель конечно этот способ он может иметь какие-то погрешности связанные с плотностью например вязание у вас может быть у вас какие-то свои есть особенности естественно все мы проверяем опытным путем иногда приходится перевязывать если например вот вы решили что донышко будет вот такое да вы вяжете и уже достигли нужной вам высоты а ширины еще не достигли значит это говорит о том что ваша длина стартовая длина цепочки было слишком длинная надо сделать покороче если у вас наоборот вы например ширины достигли так вот у вас получилось А высоты вы не достигли. Это говорит о том, что ваша длина была в вашей стартовой цепочке. Наоборот, очень короткой. И вам надо увеличить количество петель. Вот в эту длину, естественно, петли подъема не входят. То есть вы набираете вот эту длину в слегка натянутом состоянии, не в сильно натянутом, измеряете и добавляете петли подъема. И вяжете. Смотрите. Я прямо беру вот свои макеты донышко, прикладываю по ходу вязания. Сейчас вам покажу. Вот, например, на примере этой шапочки. Вот у меня макет как раз донышко был вот этот. Я прикладываю прям по ходу и смотрю, как у меня получается. И когда я дохожу до нужного мне размера, я вижу, что у меня все совпадает, все нормально. Значит, все. Донышко у меня связано и можно уже приступать к вывязыванию вот этой основной части. Эта часть вяжется уже обычно без прибавок и без убавок. Иногда бывает, я правда делаю еще прибавки. Вот связала донышко и в следующем ряду я еще могу сделать прибавки. Особенно если у меня, например, вот кукла без волос, да, естественно, я рассчитываю на то, что у меня будут еще волосы. И бывает добавляю еще один ряд с прибавками. Но тут надо смотреть как бы по своему собственному опыту на свою куклу, как у вас это получается. А дальше у нас идет без прибавок, без убавок. Вот эти ряды могут быть ажурными, могут быть просто связаны без какого-либо рисунка. Вот здесь у меня в последнем ряду, в частности, идут столбики рельефные, чередование лицевого и изнаночного рельефных столбиков. И вот у меня получилась такая вот резиночка. То есть, как видите, вязать, рассчитать количество петель совсем несложно. Опять же, нам не обязательно для этого делать какие-то сложные измерения, вязать контрольные образцы. Можно просто вот нарисовать макет, измерить и примерно прикинуть, как это у вас получится. Вот так вот у меня сидит шапочка эта. Она еще будет декорироваться. Мы с вами будем вязать похожую шапочку в следующем видеоуроке. Я вам покажу подробнее, как это делается и расскажу. В предыдущих видеоуроках мы уже связали чепчик с круглым донышком. Такой вот. Мы связали платье для куколки. Предлагаю вам подписываться на мое творческое сообщество. Здесь будет очень много чего интересного. Какое же количество прибавок нам делать, когда мы связали цепочку нужной длины? Вот здесь, вот в этой вот части, на верхушечке. Можно ограничиться тремя прибавками. То есть мы вяжем, допустим, ну я условно нарисую цепочку воздушных петель. Здесь делаем последнюю петлю цепочки 3 столбика. Но в этих случаях бывает, что не получается связать плоское ровное донышко. Оно начинает немножечко загибаться, как бы лодочкой встает. Вот знаете, как вот, вот так вот слегка, как будто бы подзагибается по ходу вязания немножечко. Можно делать 5. Вот так вот. В последнюю петлю цепочки мы провязываем 5 столбиков. В следующем ряду мы делаем прибавку в 2 крайних, центральной не прибавляем. Дальше прибавку в 2 крайних и вяжем уже дальше без прибавок и без убавок. В третьем ряду, соответственно, мы делаем столбик, прибавка, столбик, прибавка. В центральной опять ничего не прибавляем. А в обратную сторону вяжем зеркально. Прибавка, столбик, прибавка, столбик. В следующем ряду мы делаем 2 столбика, прибавка, 2 столбика, прибавка. В центральной нет прибавки. А в обратную сторону зеркально. Прибавка, 2 столбика, прибавка, 2 столбика. если нам нужно вязать еще больше может быть вы вяжется для большой куклы или даже для ребенка там схема идет дальше по нарастающей 3 столбика прибавка 3 столбика прибавка 4 столбика прибавка 5 столбиков прибавка 6 столбиков прибавка так каждом ряду до достижения нужного нам размера иногда делают 7 прибавок то есть вот так например 1 2 3 4 5 6 7 то есть последнюю петлю цепочку провязывать 7 опять же в центральный тогда прибавок никаких не будет а здесь пойдут прибавки 3 прибавки потом следующем ряду столбик прибавка столбик прибавка столбик прибавка прибавка столбик прибавка столбик прибавка столбик прибавка столбик так далее но вот при таком способе вязание иногда бывает что слишком избыточный вот здесь вот объем формируется волной идет такой как бы такой как бы тут слишком много ткани получается полотна и вот волной вот так вот идет тоже можно конечно делать прибавки не в каждом ряду например во втором ряду сделали в третьем не сделали четвертом сделали вот по схеме как 3 ряд столбик прибавка там столбик прибавка в следующем не сделали тут каждый смотрится по своей плотности вязание как у кого получается но вот мне больше всего импонирует когда мы делаем 5 прибавок тогда достаточно ровненьким и гладеньким получается у нас эта деталь без избытка полотна и в то же время ничего нигде не морщит чаще всего так и получается вы попробуйте интереса ради связать образцы с разным количеством прибавок посмотрите как у вас получится какой из вариантов вам подходит больше всего бывают ситуации когда у нас чепчик вот в этой вот в нижней части которая у нас к шее скажем так прилегает оказывается слишком широкий вот здесь все хорошо но вот здесь вот слишком много что мы можем делать в этой ситуации как нам тогда изменить форму размер донышко мы можем сделать донышко другой формы тоже на основе полуовала но вот так допустим то есть вот здесь по этой ширине у нас донышко будет соответствовать ширине головы а здесь она будет существенно уже за счет этого у нас вот эта нижняя часть тоже получится немножечко поменьше и возможно на вашей кукле такой чепчик будет сидеть лучше но как же нам тогда связать вот такое донышко делается это очень просто допустим у нас есть какая-то стартовая цепочка допустим последняя петельку здесь мы вяжем по этой стартовой цепочки разновеликими столбиками что это значит когда мы вяжем обычная донышко такой вот ровной формы мы используем элементы одинаковой высоты это например только столбики с накидом или только полустолбики с накидом или только столбики без накида за счет чего у нас получается абсолютно ровная такое донышко но мы можем вязать вот так например сначала с нижней части мы можем использовать столбики без накида провязали например примерно треть потом мы переходим на полустолбики с накидом дошли до самого конца здесь вяжем например в последнюю предпоследнюю петельку к примеру столбик с накидом потом мы провязываем 5 прибавок столбиками с накидом потом столбик с накидом и по обратной стороне мы пошли полустолбиками и последнюю треть опять столбиками без накида следующем ряду мы опять например начинаем вязать столбиками без накида и уже не доходя до полустолбиков мы уменьшаем количество столбиков без накида здесь у нас уже пойдет столбик полустолбик допустим вот так вот так допустим мы вот дошли до последнего полустолбика и здесь мы можем уже начать вязать столбики с накидом прибавки тоже делаем столбиками с накидом потом у нас пошли полустолбики над последним столбиком без накида мы вяжем опять полустолбик допустим вот так вот здесь предположим в третьем ряду ну мы допустим два столбика крайних 23 провязываем без накида потом переходим на полустолбики и там допустим не доходя уже последний даже там 12 полустолбика переходим на столбики с накидом тут делаем прибавки к примеру да вот и дальше вяжем таким и последний ряд мы уже вяжем допустим все столбиками с накидом и там предпоследний ряд конкретная схема тут будет конечно зависит от того какой у вас величина донышко сколько у вас столбиков сколько у вас рядов получается какой вы пряжу используете но я вам вот в этим видео хочу донести основной принцип вязания как это сделать а конкретную схему естественно вы уже разработаете индивидуально под свою куклу под свою пряжу под свою плотность вязания но не забываем еще раз подчеркну что вот эта величина это ширина головы то есть вот за счет вот этого мы не уменьшаем мы уменьшаем за счет вот этой части за счет шеи и когда мы с вами будем финальную длину цепочки рассчитывать мы берем вот эту величину вычитаем из вот этой высоты и получаем длину цепочки ну и последний совет который я вам могу дать вяжите по готовым схемам это самое простое что можно придумать готовых схемах с чем вы можете столкнуться во первых количество прибавок в последней петли цепочки может быть разным вот я например делаю чаще всего 5 прибавок но в схеме это может быть 6 например прибавок 7 прибавок или там допустим 4 то есть такое число которое вот автор схемы для себя определил вас то не должно смущать столк успевать эта схема готовая разработанная никаких проблем с этим быть не должно это первое второе схемах естественно уже задана какая-то стартовая длина цепочки вас это тоже смущать не должно потому что посмотрите у нас с вами все прибавки то есть изменения в схеме идут вот в этой части в верхней да то есть у нас вот где мы делали последнюю петлю цепочку прибавки и дальше только вот в этом месте у нас с вами будут идти прибавки вот эта часть схема до нижняя она неизменная то есть в ней никаких прибавок нет убавок нет тут просто идет чередование рисунка какого-то а количество столбиков в каждом ряду вот в этой части будет одинаковая соответственно вы легко можете вот эту часть изменить подогнать ее конкретно под свою куклу под свой размер вот как мы с вами рассчитали какая должна быть начальная длина цепочки для вашей куклы для вашей пряжи если у вас количество петель вот тут не совпадает с исходной с готовой схемы вы просто их меняете увеличиваете уменьшаете вот так можно отрезать там вот эти петли вот оставить вот такую часть или наоборот добавить единственное на что вы должны обращать в этом случае внимание и это на раппорт узора не просто взять и отрезать там 2 петли 4 петли а посмотреть вот здесь видите идет дальше узор и смотреть вот сколько он петель и потому что если я вот так отрежу да у меня вот здесь срежется половина раппорта и надо придумать что с этим делать как его вот здесь может быть просто столбиком закончить узор либо же срезать больше тогда уже чтобы у нас попало вот целый раппорт срезать например узора или добавить целый раппорт узора например если раппорт у вас не помещается значит подумайте как вы будете вот эту часть вязать что вы здесь будете делать может быть у вас здесь например будет вот если я наполовину отрежут а это три петли у меня значит здесь можно провязать кромочные просто допустим столбики с накидом сделать не вот такую то журную часть а вот останется два три столбика с накидом в каждом конкретном случае надо смотреть индивидуально но вот вязание по таким схемам не очень нравится много сразу скажу где я их беру беру я их чаще всего в пинтересте есть такая сеть кто еще не знает это поисковая система типа яндекса или типа гугла но она выдает запрос в виде картинки и пожалуйста можно вбить схема чепочка вязания крючком он вам ты выдаст и с круглым донышком и с овальным донышком с круглым донышком я тоже показывала предыдущих видео уроках эти схемы подгоняется схема от себя под свои размеры и у вас есть чепчик друзья если у вас остались вопросы по этому уроку пожалуйста напишите мне в комментарии или в личку следующем видео уроке мы с вами уже конкретно свяжем чепчик с овальным донышком самую простую базовую модель закрепим все полученные навыки и встречаемся с вами совсем скоро всем пока пока пока